Женщина-легенда, красивая и бесконечно талантливая. Ей восхищались несколько поколений и продолжают восхищаться до сих пор. Творческий вечер Светланы Светличной прошел во Владимире с большим успехом. Я думала, что-то случилось. Послушайте, как бьется сердце. Стучит? Невинопадная я! Он сам пришел! Я сильная, могу микрофоны таскать. Добрый вечер всем. «Бриллиантовая рука» – это картине 50 лет. И большое счастье, что меня узнают еще дети. Говорят, это вы снимали в «Бриллиантовой руке». Я думаю, боже мой, неужели мне так повезло, что я так сохранилась, как Ленин в Мавзолее. Своими глазами увидеть кумира миллионов, поностальгировать и прийти в изумление от того, что в 74 года можно оставаться такой изысканно красивой и утонченной. В зале областного дома работников искусств собрались поклонники таланта Светланы Светличной. Приятная, обаятельная и актриса, и женщина. Море обаяния. Приятно всегда увидеть живых актеров, которые к нам сойдут с экрана. А сейчас я пришел просто как на праздник киноискусства. Нравится она, всегда нравится, всю жизнь нравится. И по фильмам, и по натуре своей, и по жизни. Но она грандиозная женщина. Несмотря на все свои неприятности и трудности в жизни, она настоящая женщина. Красивая, умная, выдержанная, стойкая. Мы с ней пример берем. Жизнь Светличной складывалась и правда довольно трудно. Застой в карьере. Режиссеры, видя в ней роковую соблазнительницу Анну Сергеевну из «Бриллиантовой руки», отказывали в серьезных драматических ролях. Так вышла с картинами «Анна Каренина» и «Война и мир». Зато драматизма хватало в жизни. Смерть мужа Владимира Ивашова, а позже младшего сына Олега, потрясла Светлану, но не сломала. Все трудности эта хрупкая дама переносила невероятно мужественно. Сжала руки под темной вуалию. Отчего ты сегодня бредна? Оттого, что я терпкой печалью напоила его до пива. Как за воду он вышел, шатаясь, искривился мучительно рот. Я сбежала, перел не касаясь, я бежала за ним до ворот. Задыхаясь, я крикнула шутка все, что было. Уйдешь, я умру. Логнулся спокойно и жутко. И сказал мне, не стой на ветру. Светлана Афанасьевна признается, что читать стихи начала в памяти о муже, потому что он это делал блестяще. Зал слушал, затаив дыхание. В исполнении актрисы стихотворные образы буквально оживают. Я искренне считаю, что это яркий пример для подражания позиций в жизни как человека, как профессионального деятеля культуры и искусства. Понимаете, такие люди, когда приезжают и общаются с нами, со зрителями, они раскрывают свои личностные качества, которые ценятся наверняка нами, всеми, очень высоко. Я хоть и не кованая, но если подвернешься, зубы придется собирать по одному с земли. Поделилась Светлана со зрителями и сокровенным фотографиями с последней фотосессии, на которых она выглядит как дива французского кино. Кстати, ее всегда выделяла особая европейская утонченность, и это признают все, кто ее знает. Подчеркивает этот факт и Маргарита Романова, директор культурно-благотворительного фонда «Планета мира», при чьей поддержке состоялся творческий вечер. Словом, полтора часа пролетели на одном дыхании. Было получено море удовольствия и заряд бодрости, а еще пришло понимание, что женщина должна всегда оставаться женщиной, леди, очаровательной и бесподобной.